девчонки привет я без макияжа это значит что я сейчас буду делать его вместе с вами и буду делать макияж с теми самыми блестками которых меня уже давно просили и в процессе этого макияжа я буду отвечать на вопросы которые вы мне задавали в инстаграме и на ютюбе в сообществе и еще я покажу разные фишки которые я использую во время того когда я крашусь и это мне помогает сделать что-то определенное в общем я сейчас все покажу расскажу так что давайте приступим перед макияжем я всегда умываю свои классные умывашкой она помогает мне подготовить кожу и не буду про это долго рассказывать но все знают как это важно так что просто вот смотрите крутая умывашка вообще ничего после себя не оставляет никаких ощущений неприятных на коже не сушит кожу так что крутая реально советую крем тоже очень классный французский по моему и очень хорошо увлажняет кожу мне это нужно потому что у меня она немного сухая хотя она вообще комбинированная очень странная но крем офигенный и классно помогает справиться вообще со всеми проблемами кто-то пишет даже что он помогает уменьшить количество прыщей именно из-за этого я начала его покупать но потом поняла как он просто сильно по качеству отличается от всех остальных какой он легкий невесомый и как круто вообще насыщает кожу тем что ей нужно так что теперь я только им пользуюсь уже на протяжении многих-многих месяцев еще мне есть классный сиси крем это что-то вроде тональника только вместе с кремом немножечко полегче текстура у него я вообще беру его и смешиваю со своим обычным кремом чтобы он стал еще незаметнее и кожа все это время оставалась увлажненной на вопросы я буду отвечать в таком же порядке в каком вы мне их и задавали и первый вопрос от юлии хотелось бы тебе пожить где-то еще кроме питера если да то где некоторые из вас знают что я из рыбинска это небольшой город и после этого я жила в москве училась в университете потом в питере тоже училась в университете но жизнь хотела я в другом месте и это америка я вообще хотела туда поступать и даже поступила но были проблемы с визой поэтому меня не пустили в самый последний момент и я понимаю что не все так романтично и радужно оказалось бы если бы я переехала но меня все равно очень интересуют другие страны мне вообще очень нравится путешествовать поэтому любая европейская страна почти любая где тепло или америка или канада или австралия я была бы на самом деле очень рада пожить где-то там хотя бы какое-то время может быть не всю жизнь но очень хочется попутешествовать и попробовать пожить где-то еще не знаю это прикольно я люблю переезжать люблю новые места люблю ходить просто по улице и разглядывать все что вокруг так что что бы нет в это время я сейчас наношу консилер я беру его кисточкой и наношу его на врачи потому что так удается нанести намного аккуратнее намного более точечно и хорошенечко все этой же кисточкой растушевать чтобы не было заметно этого консилера вообще еще есть лайфхак если у вас большие проблемы с кожей и есть прям такие красные пятна точки лучше нанести сначала зеленый консилер а поверх него уже обычный зеленый цвет очень круто нейтрализует красный и если поверх него нанести бежевый то вообще почти ничего не заметно так что если у вас большие проблемы попробуйте вот этот вот способ теперь пудра и у меня на от мебели и на самом деле прикольная я даже не знала что она немножечко с таким подсвечивающим эффектом поэтому если вы не любите хайлайтер но хотите чтобы ваша кожа все равно немного светилась и была такая более естественная более свеженькая более живая то попробуйте эту пудру очень прикольный эффект вы прям заметите как все поменяется теперь база под тени я ее наношу каждый раз тени держатся дольше и они становятся немножечко ярче благодаря ей 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 благодаря базе под тени короче и вопрос от кристины есть идеи про следующие марафоны на канале прошлое очень понравился спасибо большое кристина и вообще спасибо всем кто ждет марафон потому что мне многие писали о том что они хотят марафон как у нас был перед новым годом в прошлом году и да я хочу сделать я хочу сделать перед первым сентября то есть наверное в конце лета чтобы всех потом настроить на учебу на собранность на серьезность и потом хочу также сделать перед новым годом марафон и в этот раз я уже буду готовиться намного больше заранее поэтому я думаю что будет очень классный базе под тени нужна минутка чтобы активироваться и я пока займусь бровями я пробовала разные способы и помадки всякие для бровей и тени для бровей карандаши и все это мне не очень нравилось потому что выглядело неестественно поэтому я пришла к такому на самом деле не очень хорошему способу но в общем я беру кисточку просто которой я наношу черные тени на глаза на ней немножечко осталось черных теней и я этой же кисточкой просто заполняю промежутки или делаю брови темнее там где мне хочется сделать их темнее и это получается супер естественно и лучше всего да вот это вот старая кисточка со старыми тенями для глаз следующий вопрос какое видео на твоем канале тебе нравится больше всего я сейчас не смогу выделить конкретное видео потому что когда его делаю я стараюсь сделать так чтобы все было идеально и какое-то время она мне нравится мое новенькое прекрасное видео потом проходит месяц или два я смотрю и думаю блин здесь бы я сделала вот так а здесь бы сделала так вот по-другому и она перестает уже мне нравится поэтому все видео которым больше чем месяц не особо мне нравится ну еще зависит от того как там моё лицо выглядит в каких-то видео как я держала камеру получилось ли у меня сделать так чтобы она была ровненькой не дергалась и в общем от всех этих моментов зависит насколько быстро мне разонравится мое видео но я реально я такая вот дотошная не знаю наверное так можно назвать эту черту характера когда ты просто прикапываешься ко всем мелочам и тебе реально перестает нравится видос уже через месяц после того как он был опубликован ну и теперь мне кстати очень нравится то которое было с оформлением на весь год и с оформлением на январь ежедневника потому что само оформление получилось просто бомбически крутым и до этого тоже где вот я там что-то рассказываю я там классно свет поставила я там норм выгляжу поэтому мне нравится это видео так что наверное пусть она будет качестве ответа на вопрос теперь давайте переступим уже наконец-таки глазам к теняшечкам и что я делаю всегда чтобы мои глаза казались больше я делаю светлее тени вот здесь а темнее вот здесь и немножечко еще тенями нижнюю линию роста ресниц тоже прорисовываю чтобы взгляд был больше таким вы поняли да для этого возьмем мою самую любимую палетку худо бьюти и возьмем оттуда цвет посередине и налепим его сюда я прекрасный бьюти-блогер но я не бьюти-блогер поэтому все нормально так вопрос не хочешь создать рубрику оцениваю каналы подписчиков было бы круто было бы не очень круто возможно потому что я не люблю говорить людям плохие вещи но я также и не вру людям то есть если я увижу канал реально хреновый я не смогу соврать и мне придется говорить не очень хорошие вещи человеку и можно конечно находить плюсы аккуратно пытаться говорить о минусах но блин я знаю что на меня просто куча людей скорее всего пообижается потому что ну блин разные реально каналы бывают и реально у многих людей но канала не очень поэтому я не хочу так делать и не хочу никого расстраивать и обижать и возможно люди не увидят пользу этого видео просто обидятся и все и блин вот этого я больше всего боюсь теперь темные тени во внешние уголки глаз и мне в этом плане нравится смешбокс у меня есть их коробочка матовых теней еще мне несколько раз спрашивали каких блогеров я смотрю и все на самом деле по настроению я сейчас опубликую список это в основном американские блогеры и я иногда к ним захожу вот иногда мне хочется чего-то легкого я захожу посмотреть что там делает сара иногда хочется чего-то красивого я захожу там калиша мари и все такое в общем по настроению так что вот список людей можете к ним тоже зайти посмотреть если вы знаете английский то возможно вам понравится чтобы сделать все немного естественнее я беру светлые тени и просто мажу их в переход между темными вот здесь и светлой как бы естественной бровью вот тут чтобы это все сравнивалось растушевывалось и получалось лучше и теперь темненькие тени на линию нижнюю роста ресниц а теперь мы берем ту самую прекрасную кисточку для бровей но на самом деле она не для бровей а для того чтобы черными тенями немножечко прокрасить линию роста ресниц сверху и тем самым тени заполняют пространство между ресничками и делают ощущение что у вас этих ресниц больше вопрос делаешь ли рекламу на канале если да то сколько стоит расскажи поподробнее делаю сколько стоит это в директ инстаграм потому что я не хочу пугать людей которые почти в этом не разбираются или которым вообще эта информация не нужна и такие о нифига себе сколько реклама стоит потому что это нормальная цена просто в какой-то момент ты начинаешь это понимать и поэтому лучше я вам расскажу в директе каждому лично цена формируется исходя из огромного количества разных факторов так что это реально обсуждается индивидуально каждый раз но самое главное что я вообще очень редко рекламирую что-то и я делаю только если я действительно уверена в продукте или уверена в человеке так что если мы говорим с вами о рекламе небольших каналов то скорее всего я этого просто делать не буду потому что для меня важно чтобы человек про которого я что-то хорошее рассказываю во первых чтобы у него реально был крутой канал и во вторых чтобы я видела что на этот канал будет вести и так что я там сказала о девчонки смотрите какой классный канал у девушки она такая взяла и забросила его через два месяца поэтому я очень тщательно выбираю и реально почти всем я отказываю так что просто не пишите мне в директ и мы с вами обсудим потому что чтобы я прорекламировала кого-то это я не знаю как звезды должны совпасть но единственное о чем я заботюсь это о своих подписчиков а не о заработке так что вот так блестки наконец-то сейчас я вам покажу свою супер коллекцию но она недостаточно большая все равно потому что не может быть много блесток для того кто любит блестки их всегда мало но покажу свои самые любимые скажу которые реально стоит покупать первое и они реально первое во всем это liquid diamonds от литуаль эти блестки классные тем что они жидкие их удобно наносить или сразу же вот так вот кисточкой на века тогда получается очень плотное покрытие или вы наносите аккуратненько на пальчик вот так вот размазываете прихлопывающими движениями уже немножечко вбивайте их веки и тогда сияние становится более естественным но в любом случае очень красивые цвета очень удобно наносится правда они у меня уже засохли поэтому я ими не пользуюсь коробочку вот это вот тюбик не выкидываю просто из-за того что самые любимые блестки мне просто его жалко и есть еще похожая тема такая у nix но мне не очень понравились цвета то есть у меня вот такой золотой и он очень желтый он желто золотой смотрится не так прикольно как те которые от литуаль но в принципе по действию такие же можно смешать с какими-то тенями и тогда немножечко блестки поменяют цвет а на втором стоят мои любимейшие блестки от huda beauty из той же самой палетки они у меня есть посветлее и потемнее я наношу просто их на свои тени чуть-чуть и получается такое легкое сияние но блестки кстати не маленькие а как бы покрупнее поэтому их хорошо заметно видно что на глазах блестки вы можете регулировать количество сколько вы их нанесете аккуратненько все это пальчиком делать и получается круто еще одни блестки у меня от color pop и это кусочек теней из палетки для теней который достался мне случайно спасибо доставке которая не смогла привести нужный заказ вовремя ну короче там долгая история но тоже блестки классные но они очень крупные поэтому их нужно использовать только тогда когда вы идете не на работу или на учебу а на какой-то прям тусич потому что эти блестки будет видно отовсюду они очень крупные они очень блестящие и можно заказать как отдельно цвета так и собрать полностью палетку с нуля из тех цветов которые вам нужны и добавить туда кучу всяких разных блестюшек еще есть блестки у меня вот такие сыпучие сухие от mix они очень мелкие тоже прикольно создают сияние как те мелкие которые были в хода beauty в палетке и в принципе как альтернатива иногда чем-то попользоваться еще то можно ну и худо-бьюти наверное не все могут себе позволить потому что палетка очень дорого стоит так что вот эти блестки мне тоже очень понравились они наносятся немного странненько их нужно сначала как будто высыпать на пальчик и потом уже наносить но сияние тоже очень такое легкое но нужно наносить на базу под тени иначе они просто все рассыпятся потому что они очень легкие очень супучие еще в том же стиле но немножко в другой упаковке вот такие тени тоже от color pop от disney нифига себе этого я не знала в общем тоже стиль тот же просто баночка выглядит по-другому и немножечко по-другому наносится и можно взять сразу же побольше на палец и революшн мейкап революшн лондон то с чего я начинала весь свой блестючечный путь это блестки для лица и для век то есть я их вообще наносила всегда вот сюда они мне сейчас тоже высохли поэтому я опять с нами наверное я надеюсь что я какой-нибудь гель там алое куплю их разбавлю они снова будут жидкие их снова можно будет везде наносить но сейчас ими не пользуюсь но вообще летом очень прикольно их вот сюда на скулы это же скулы называется в общем вот сюда их наносить и люди некоторые реагируют странно потому что зачем намазывать блестки на лицо но блин я не знаю я кайфую мне так нравятся блестки что где бы они ни были меня всегда устраивает так что вот сюда их можно нанести на глаза куда-нибудь там себе на тело на плечики летом когда вы в купальнике идете загорать а мы сейчас накрасимся моим любимым способом палетка и худо бьюти сначала будут маленькие блестки а потом те которые покрупнее а пока вопросы почему не отвечаешь директ у меня в директе вообще совал очень много сообщений поэтому я очень многие не вижу иногда я просто туда захожу вижу там 50 сообщений и понимаю что мне нет сил на все на них отвечать я просто вижу что мне мои друзья или родители написали отвечаю им и все ну то есть я как бы вижу что входящее есть но мне просто сил нет всем писать поэтому я обычно откладываю если честно этот вопрос и отвечаю всем спустя месяц полтора два три если я хочу блеск сильнее то я просто добавляю вот эти вот крупные от color pop и чем крупнее блестки тем сильнее их заметно но я сейчас не хочу создавать прям безумно какой-то блестючий макияж потому что мы не вечером уезжать в центр на встречу но на камере это смотрится иногда круто когда блестки есть их видно но в жизни это смотрится просто в разы ярче сильнее насыщенней поэтому будьте готовы что если вы вообще используете блестки в жизни они на камеру не для видео то блин на вас все будут обращать внимание все будут против блестки скорее всего спрашивать но в общем не для каждого случая подходит опять же говорю а теперь я еще раз черными тенями пройдусь по линии роста ресниц сверху и сделаю стрелки с помощью своих любимых карандашей точнее одного точнее фломастера не карандаши а пока вопросы как со второй половинкой хочешь детей в отношениях да в отношениях уже почти год и живем мы с молодым человеком вместе все хорошо особо нигде про него не рассказываю но он просто нереально крутой детей когда-нибудь попозже потому что хочется еще немножечко попутешествовать пожить для себя и не так то времени на что не хватает если ребенок появится тут будет вообще просто полный пипец но я хочу детей растить когда будет финансовое обеспечение нормальная их жизни и я смогу покупать им все что им нужно я не хочу там думать о том что мне не хватит на следующий месяц на еду поэтому сначала финансово надо утвердиться в этой жизни а потом уже детей ну и вообще сначала надо как бы замуж выйти а потом уже детей что-то я махнула слишком а я в это время буду мазать свое лицо белой пудрой которая помогает зафиксировать весь макияж и она очень хорошо спасает от жирного блеска лица поэтому если сделать вот так вот туда где обычно лицо блестит больше всего в течение дня то в принципе она блестеть не должно после этого бронзер вот здесь и хайлайтер на местах которые нам нужно подсветить то есть эти нос чуть-чуть вот здесь немножечко тут вот здесь и вот тут ты ходила в художку просто рисуешь очень красиво как ты научилась так красиво рисовать в общем да вопросов на самом деле в этом много хотя я не считаю что я красиво рисую потому что мне всегда не нравится я всегда очень критично ко всему отношусь и художку я не ходила у меня мама красиво рисует сама по природе поэтому наверное у меня это от неё ну и очень важна практика на самом деле я нам просто помогает сделать что-то лучшее спустя какое-то время вы поймете как вы лучше начали рисовать например если вы будете это делать почаще вопрос кем ты в детстве хотела стать есть такое прикольное видео которое полностью отражает суть этого вопроса и ответа на него еще один вопрос что любишь кушать и нравится ли процесс готовки процесс готовки нравится когда есть настроение это бывает не всегда люблю кушать вообще все подряд очень нравится итальянская кухня и всякие вкусняшки сладенькие и турецкие кстати вот эти вот сладости и не помню как они называются типы пахлавы и всей такой темы там все в меде и такое прям сладкое тоже обожаю вот и все рассказала все что хотела напишите пожалуйста получилось ли у меня снять видео как у настоящего видите блогера или немного не дотянула где-то и где если где-то если вам хочется чтобы я сняла еще одно видео вопрос ответ то напишите свои вопросы в комментариях к этому видео я их все запишу себе и отвечу на них когда буду делать такой видос следующий раз и не спасибо большое что вы были со мной до конца этого видео до встречи в следующем оно будет уже очень скоро все пока видео до конца